Сегодня тема моей проповеди называется «Научись принимать доброе и худое». Или по-другому «Научись принимать хорошее и плохое в твоей жизни». То, что мы принимаем хорошее без проблем, я уверен, что у всех получается. То, что мы принимаем благословения, комплименты, в этом, я тоже, думаю, проблем нет. А вот как, например, принимать плохое, злое, не очень хорошее, вот в этом у нас бывают проблемы. И я хочу прочитать одну историю из Библии. Эта история записана в Старом Завете. И мы начнем с вами рассуждать. Давайте мы с вами посмотрите вы все на экраны. Это вторая книга царств, 16 глава. Я буду читать с 7 стиха по 13 стих. Перед этим сделаю вступление, что в жизни Давида произошла одна такая проблема, что ему пришлось убегать от своего собственного сына, которого зовут Авесолом. Авесолом захотел Давида сбросить с царства, возможно, даже хотел его убить. И Давид в проблеме, в беде, в панике убегает. И когда он убегает с людьми, которые с ним, ему на пути встречается один человек, которого зовут Семей. Этот персонаж будет для нас сегодня очень часто встречаться. И давайте посмотрим, что там произошло. Так говорил Семей, злословя его, то есть Давида. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь в руки, и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Авеса, сын Соруин царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь, что мне и вам, сыны Соруины, пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авесе и всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын виниамитянина, оставьте его, пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему, может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И шел Давид, и люди его своим путем, а семей шел по окраине горы, со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. Вот такая ситуация. Вы знаете, что мне очень нравится воображать, представлять вот эту историю, как же это было в самом деле. Давайте мы сейчас с вами все отправимся в горы. Это было в горах. Написано, что он шел по холмам, по горам. Вы уже отправились в горы? Я не вижу. Вы сидите так, как и сидели. Если в горы, там же может быть холодно. Посмотрите по сторонам, какой пейзаж. Некоторые головы повернули, значит, увидели. И теперь мы с вами приходим в ту ситуацию и пытаемся понять, что же там произошло. У Давид убегает. У Давида проблемы. Он переживает. Неизвестно, что будет дальше. Ему грозит смерть. И вдруг ему встречается на пути человек, который его злословит. Злословит, по-другому унижает, оскорбляет, обзывает, называет разными словами. В английской Библии написано «проклинает». Вот это все такое плохое ему, вот этот человек семей говорит Давиду. Но это еще не все. Дальше этот человек семей, плохой человек, он злословит Давида, вспоминает ему все прошлое, вспоминает его ошибки, но одним словом упрекает его, давит на него словами морально. Но он его не только обижает морально, словесно, но также его обижает и физически. Написано в Библии, что он кидал в него камни. Возможно, он не попал, но он хотел попасть. Может быть, в кого-то из детей и попал. Он бросал пыль. То есть он обращал на себя внимание, чтобы все увидели и услышали тот спич, который он говорил. А интересно то, что это он говорил, и вокруг Давида были люди. Давид был не сам. Были самые его близкие, верные, высокие люди. И они все слышали вот это унижение. То есть унижение Давида было при всех, публично. И физическое, и моральное. Но это еще не все. Заметьте, что у Давида его горе становится большим. Это связано с тем, что проблема пришла из его дома, из его семьи. Его родной сынок, сын его предал, и ищет души его, и ищет царство. Получается, что непорядок в царстве, непорядок в доме, в семье. Это все, конечно, усложняет и печалит очень сильно Давида. И здесь я еще хочу обратить внимание на то, что Давид проходит через большое смирение, потому что то, что Давид убегает, это уже большая беда. То, что Давид попал в предательство своих детей, это еще хуже. Но при этом Бог позволяет сделать так, что встречается ему еще человек, который ему еще сверху бонус еще дает. Еще сверху его накрывает всякими словами и злословит его. Когда обычно в нашу жизнь приходит проблема, мы часто Богу можем сказать, Господь, ну я же уже в проблеме. Я же уже попал. Ну уже же беда. Ну, Господи, ну уже смилуйся. Ну уже же достаточно. Я убегаю. Потеряно царство. Моя семья. Достаточно проблем. Но нет, встречается еще человек, который ему еще добавит сверху, несмотря на то, что Давид переживает. И вдруг ему предлагают его друзья, его близкие люди Давида, предлагают ему защиту. Да давай я пойду, просто ему сниму голову и на место не поставлю. Это то, что предложили его люди. И Давид говорит, нет, нет, оставьте его. It's okay. Пусть он говорит плохо обо мне. Пусть он злословит. И такой резкий и неожиданный вопрос. Когда такое было в нашей жизни, что кто-нибудь к нам, нам говорил что-то плохое, на нас плохое, а мы ему сказали, It's okay, нет проблем, можешь говорить. Нет проблем, можешь говорить. Не трогайте его, все в порядке. Ну и вы знаете, рассуждая над этой историей, я все равно очень хочу, чтобы мы представили, как же это все-таки было, что переживал Давид в то время. Я попробовал эту историю представить в современном нашем мире, в современном виде в наши дни. Представьте себе, что вы занимаете какую-то позицию на работе, вы лидер или простой рабочий, вас на работе уволили, вас лишили вашего царства, вашей позиции. И, конечно, у вас потеряна зарплата, потеряна стабильность, возможно, потеряна и крыша. Но и это еще не все. Потом при этом всем вас очень-очень обманули. Ваш родной сыночек или ваша дочка обиделась на вас, им не понравилось то, что вы это сделали, и они решили вас проучить. Они позвонили в полицию и сказали, что у вас дома есть наркотики. У вас наркотиков дома никогда не было, но они так сделали, что они там были. Пришла полиция, нашла наркотики. Вас дома в это время не было, но вы уже знаете, что вас полиция ищет. И вы знаете, что это сделал ваш родной сын. Но это еще не все. Вы начинаете убегать, потому что вы не хотите, чтобы вас посадили в тюрьму на 10 лет у вас есть жена у вас есть семья вы скрываетесь вы переживаете волнуетесь убегаетесь от своего от своего собственного сына и последний раз вы приходите в церковь так на спехах на бегу быстро потому что знаете что в любой момент может приехать полиция и вдруг вы попытались церкви попросить чтобы за вас помолились а чтобы вас как-то поняли приняли окончилось закончилось собрание вы выходите на паркинг лад и вдруг на машине подъезжает какая-то грязная машина ржавая и оттуда выходит такой человек и начинает вас поливать со всех сторон по-русски по английски на всех языках на непонятном языке все слова которые знал выпалил на вас все рассказал облил вас грязью потом взял камень в лобовое стекло бам потом еще что-то кинул и кто-то из братьев там хотел подойти к этой машине что-то ему хотя бы сказать или хотя бы сказать что чё что на такой ржавой машине приехал ну хотел как-то вас защитить а вы говорите нет нет оставься оставайся оставайся на месте и соки нет проблем расслабься разреши ему пусть она все таки будет пусть все таки будет представили и думаем правда неправда что тут богдан такое рассказал может такое быть или не может но у давида было у давида было его судьбе такая ситуация и история и теперь мы с вами обратим внимание на то какая была реакция давида reaction вот он проходит через эти все трудности давайте мы посмотрим с вами следующий слайд и прочитаем некоторые стихи из библии там написано так и сказал царь что мне и вам сыны саруины пусть он злословит ибо господь повелел ему злословить давида то есть давид он делает вывод что это бог сказал ему так сделать господь повелел ему это сделать у меня к вам вопрос действительно ли господь повелел может ли быть такое что бог ему сказал вот это сделать подумайте реально может ли быть что бог человека нашел сказал видишь того человека на том углу пойди и что можешь что придумаешь давай выпали ему чтобы ему просто больше чтобы его больше здесь не было ну придумай что-нибудь конечно придумает может ли бог такое человеку сказать может ли бог сказать человеку иди и ему злословь его то есть обзывай унижай оскорбляй и так далее но здесь в библии еще есть одна мысль которая хочу что мы с вами подумали в английском переводе написано if the lord has told him переводится если господь ему сказал еще одна версия тоже говорит if если господь сказал ему проклинать меня то пусть он проклинает и так но с вами уже два варианта есть господь ему точно сказал второй вариант может быть ему господь сказал или что если ему господь сказал возможно сказал возможно не сказал но одним словом короче он ему разрешил сказать или бог позволил чтобы это случилось а и произошло в его жизни но заметьте еще потом чуть позже в библии мы с вами читаем что семей говорит что он согрешил он встречается с давидом и говорит я согрешил перед тобою может ли быть такое что бог толкнул человека на грех правда очень интересные вопросы но давайте мы с вами будем рассуждать дальше мы с вами делаем вывод что интерпретация вывод давида из этой ситуации что бог допустил разрешил или повелел или может быть чтобы этот человек пришел и сделал зло в его жизнь задумались ли вы когда-либо чтобы бог на такое способен что бог может не защитить а разрешить чтобы пришли и у вас говорили плохо или просто вам причиняли боль разную моральную физическую просто вам мешали в жизни заметьте еще что выводы какие мысли могут быть давида возможно давид думал что семей выполняет волю божью возможно давид думал что здесь этот семей человек этот посторонний вообще ни при чем потому что он говорит что если мой сын родной начал восстание против меня то оставьте всех остальных в покое смотрите такая редкая новость что давид все сворачивает все вот эти проблемы которые вокруг проблемы приходят откуда от людей давид все это сворачивает вокруг себя вокруг своего домом вокруг своей семьи и берет ответственностью на себя это мой сын мой сынок это натворил оставьте остальных в покое остальные не виноваты это моя проблема в реальной жизни бывает очень часто не так если не дай бог вашего сына тронули ли дочку или вас самих то кто же виноват не сын и не дочка и не ты сам обычно посторонние которые тронули здесь получается наоборот давид говорит нет это мой сын с него начался моя проблема беру ответственность на себя остальные здесь ни при чем остальные добавляют горя но оставьте их пожалуйста в покое и еще давид возможно думал что если он злословит несправедливо то господь разберется с ним свое время давид он допускает мысль что на это была воля божья чтобы плохое проблемы пришли в его жизнь возможно что еще есть один стих в библии который написано что матфея 10 глава не две ли малые птицы продаются за ассарий и ни одна из них не упадет на землю без воли отца нашего а у вас же и волосы на голове сочтены то есть еще одно подтверждение что ничего не происходит без воли без разрешения отца небесного то есть бога но мы идем с вами дальше если давид принимает принимает вот это злословие если даже этот человек не прав по отношению к давиду или по отношению к вам мне нравится то что в этой ситуации давид он предает суд в руки бога он предает дает возможность богу разобраться и наказать этого человека если он не прав экклезиастам 8 глава 11 стих там написано так не скоро свершается суд над худыми или плохими делами и от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло в английской библии написано people feel its safe to do to do wrong люди думают что это безопасно it's ok делать что-то неправильно или делать зло но это не значит написано в библии что не скоро свершается суд то есть не скоро приходит наказание за грех и за зло но это не значит что она не приходит она приходит только возможно кому-то раньше кому-то позже но чуть позже она все равно его настигнет как часто мы люди в гневе на людей обижены очень сильно обижены за то что они нас злословят не понимают ну сколько сколько можно причин найти да представьте себе что вы на одного человека очень огорчены очень обижены с женой дома за кружкой чая обсуждайте ну как он мог ну как она могла уже чувствуете кружка подлетает над столом потому что вы же это ну как это все это возможно как этот верующий вот этот верующий вот эти верующие и вдруг вам неожиданно один пророк попался на ваш путь и говорит слышишь это бог сказал ему это сделать твоей жизни и ты так что бог так так у меня были такие мысли что ну это же ничего страшного это же it's ok да все же нормально ну чё же это я так ну ну бог так бог ну слава богу так ты пять минут назад бил по столу и даже мысли не пришла в твою голову что возможно это бог и получается мы так все сразу реакция меняется если это бог то сразу люди ни при чем сразу люди не виноваты автоматически как сразу становится легче жить если это бог но вопрос посложнее как же вот это плохое от бога принять если оно от бога но и я хочу еще вам сказать одну мысль это то что наша реакция на сложности и трудности на проблемы она делает нашу проблему или более проблематичной то есть еще хуже или же чуть-чуть легче облегчает повторяю свою мысль наша реакция на проблему на сложность на обстоятельства или это сделает нашу проблему еще хуже или сделать ее чуть-чуть легче например в ситуации давида он уже попал в проблему ничего не может поменять и тут его злословит этот семей давид мог бы нервничать мог бы там тоже в него камни кидать тратить силу еще что то там придумать переживать ночью не спать думать что же это у него же так хватает о чем думать он принимает окей бог позволил нормально идем дальше будет лучше будет легче мы верим в нашего бога представьте вашу проблему вашу ситуацию прошла проблема и вы уже все ой ужас ой ужас какой ужас что же буду делать вы сами себя нагоняете депрессию сами у себя забираете настроение сами у себя делаете себе еще больнее все кто вокруг вас им тоже больно на вас смотреть ну короче у вас была проблема но вы сделали еще хуже как вашей реакции об этом просто вы не думали вы сами себя об этом не предупреждали так слушай меня маша дорогая я сейчас буду реагировать ни в коем случае не расстраивайся хорошо у меня проблема сейчас отреагирую отреагировала а маша расстроилась а нужно было сказать не расстраивайся дорогая не расстраивайся дорогой сейчас буду реагировать на проблему и вот зависимости от того как ты реагируешь тебе будет или теплее или холоднее или легче или хуже наша реакция теперь подчеркиваю правильная реакция на трудности и проблемы в жизни определяет очень многое вы знаете что мне кажется что очень часто бог вот именно это и ищет увидеть правильную реакцию то что мы потом помолимся это все знают потом покаемся за слова которые мы наговорили это все знают потом мы успокоимся и остынем это тоже все проходили а вот первая главная реакция на зло которое приходит в нашу жизнь вот это то что есть определяющим для этого роста вот этого то что внутри там живет далеко оно там сидит давно оно там есть первая реакция на зло это то что выдает нас и показывает чего мы достигли кажется как бог мог допустить такие проблемы в жизнь давида которого он назвал это муж по сердцу моему то есть давид обращал внимание на бога а бог любил давида и тем не менее он тем не менее он допускает такие проблемы в его жизнь заметьте что в этом можно вернуть слайд назад в этом стихе написано еще что давид когда ему предлагают помощь он говорит по-русски что мне и вам сыны заруины в английской библии написано who asked your opinion кто вообще спрашивал ваше мнение в другой версии написано what does this have to do with you что это имеет общего с вами короче он хотел сказать это между мною и богом он этого не сказал вслух но это то что он имел в виду или хотел сказать слушайте люди расслабьтесь успокойтесь it's between me and god это между мной и богом да нехорошо неприятно больно да я понимаю боже дай силы держи меня но это между мной и богом представьте себе такую ситуацию у вас проблемы беда вас обижают и тут телефон звонит вас утешать а вы ему говорите брат сестра спасибо но не переживай не переживай не переживай расслабься it's between me and god это между мной и богом мы с ним решаем вам пытаются помочь и давид от помощи отказывается я думаю большая редкость большая редкость потому что он позволяет думать что даже плохое злое то что болит иногда бог может допускать в жизнь заметьте что реакция давида еще проявляется в одном моменте когда у давида умирает сын перед этим в библии описывается что давид когда его сын заболел он лежал на полу не кушал не пил постился по моему 7 дней ну полная пост и молитва потом сын умер давид встал начал кушать пошел в храм прочитаете дома реакция на проблему а после чего это было после того как сынок родной умер маленький жалко ж правда а его реакция он стал умылся поел хлеб и пошел храм еще могу вам привести одну реакцию одного человека которое тоже записано в старом завете 1 царств 3 глава это пророк илия который тоже имел проблему тоже имел проблему с сыном и ему тоже бог сказал что в его жизнь придет беда и написано в библии и объявил ему самуил все и не скрыл от него ничего тогда сказал илий пророк служитель божий он господь что ему угодно то да сотворит let him do what seems good to him to god правда тоже кажется реакция кто из нас наберется смелости сказать пусть бог делает то что ему кажется хорошим и правильным в мою жизнь и часто то что нам кажется хорошим и правильным оно может не сходиться с божьим заметьте что когда маленький ребенок просит чего-то у родителей часто родители могут ему отказать в его просьбе потому что знают что это ему причинит боль или даже раны но ребенок он не понимает он расплакался он расплакался на папу на маму что они ему не дали но как родитель как отец вы же знаете что ему это повредит иногда такие вещи происходят и с нами взрослыми между нашим небесным отцом и дальше следующую мысль который вопрос который я хочу поднять это чтобы мы научились узнавать бога в ситуациях которые посещают нашу жизнь узнавать бога в хорошем ну там правда нет проблем да благословение кто это бог все хорошо кто это бог а если все плохо кто это дьявол слышал одну притчу сидит дьявол на тротуаре на дороге ну а так дорога такая он так сбоку на тротуаре на тротуаре сидит и плачет разнылся разревелся проходит мимо верующий человек спрашивает ты чё тут нюни распустил он так обиженно всхлипывает и рассказывает ты знаешь во всем меня обвиняют во всем даже то что я и не делал все на меня списывают во всем дьявол виноват вы знаете у нас получается есть три варианта если приходит какая-то беда в нашу жизнь три три варианта первое сам виноват вы даже не думали да что такой вариант возможен возможен сам виноват сам залез туда в проблему второй вариант дьявол самый популярный и третий вариант бог кто-то ж ну допустил кто-то разрешил кто-то ж ну ты залез туда в эту проблему или кто-то на тебя и получается мне так кажется не знаю возможно ли это до такого дойти что давид достиг такого уровня или такой чувствительность с богом или такой меры или такой любви к jugогу что он во всем в округ видят бога возможно ли дойти до такого да такой чувствительность и близости веры и любви к Богу, что Он во всем видит Бога. А мы так и оглянулись, и не во всем видим Бога. Но и представьте себе, что если мы огорчены людьми, возможен вариант, что это Бог этого человека послал в твою жизнь. Можете поднять руку, у кого такая мысль когда-либо была? Есть пару человек. Что возможно, этого человека, вот это зло, беду, в вашу жизнь послал Бог. Мысль хотя бы была такая когда-нибудь. Но мы давайте пойдем с вами дальше. И я хочу сказать, что мы не сможем благодарить Бога, если ты видишь обижающего человека перед собой. Вы не сможете простить этого человека, Бог не сможет простить и вас, если вы видите человека. Но если вы видите в этом во всем Бога, вам легче и простить, и легче и не обижаться, и за все благодарить Бога. Давайте я прочитаю еще один стих из Библии, Римлянам 8 глава, 28 стих. Написано там есть так. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Переведем это на простой язык. Верующим людям, христианам, которые любят Бога, все, что в их жизни не случается и не происходит, все идет на пользу. «It's all for the good». В английской Библии написано «everything to work together for the good». Все это принесет тебе хорошее, добро и пользу. Некоторые условия. Очень важно. Если ты веришь в Бога, если ты христианин, и самое-самое-самое главное, если ты любишь Бога. А теперь вопрос. Закройте глаза. Не, не закрывайте, это просто представили. Закрыли глаза. Поднимите руку, кто Бога не любит. Но чувствую, что пару нескольких людей хотели руку поднять. Но, окей, по-другому задаем вопрос. Кто Бога любит, но… И получается, что, ну, окей, скажем, подняли. Некоторые люди подняли. И здесь написано, что все, 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 все. Что такое все? Все. Это все. Абсолютно все, без никаких исключений. Все, что в твою жизнь приходит и случается, все идет тебе на пользу, во благо. Ну, что ты имеешь в виду, Богдан? Что, и дома? Дома наши, которые потерялись, это все? Тоже туда входит? И экономика, которая пошла на низ? И наши еще какие-то проблемы? И все? Ну, ты, Богдан, изогнул. Но разница в том, что это не Богдан, а Библия. Написано, все содействует ко благу. Попробуйте верующему человеку доказать, что он не любит Бога. Вы пробовали когда-нибудь? Нет, ты Бога не любишь. Да ну, ты что? Да-то нет, ты Бога не любишь. Ну, вы видели? Когда-нибудь попробуйте одному верующему доказать, что он Бога не любит. Да никогда в жизни. Любит. По-своему. Но здесь написано в Библии, что все, тем людям, которые Бога любят, все, что происходит, все на пользу. А это значит и плохое, и злое, и непонятное, и нехорошее. И то, что болит, скорбит. И то, даже на то, что люди не имеют ответов. Я не имею ответа. Может, иногда даже служители не имеют ответа. Получается, все во благо человеку, любящему Бога. Только тот, кто любит. Значит, теперь получается, давайте сделаем быстро вывод. Сейчас быстро все резко начинаем думать. Если в мою проблему пришла, в мою жизнь пришла проблема, беда, и я не вижу в этом пользы, смысла и толка, Значит, два варианта. Или Бога не любишь, или тебе это полезно. Что мы выбираем? Полезно или Бога не любим? Хорошо, полезно. Но хотел вам пару примерчиков привести, чтобы вы нашли там пользу. Но, думаю, некоторых людей это сильно ранит, потому что им очень трудно это переносить. Представляете, какой я риск беру, когда я проповедую эту проповедь? Следующая проблема или беда, которая приходит в мой дом и в мою семью. Вы мне дадите DVD-диск. Богданчик, на, просмотри. Понимаете, да? Я думал, думал за это. Но еще хочу вам предложить одну мысль. Второй вариант, почему Давид отреагировал именно так на вот эту проблему, которая пришла в его жизнь. Второй вариант, почему он так отреагировал хорошо, спокойно, вроде правильно. Потому что однажды, представим себе, Давид утром встал и пошел умываться. Вдруг ему прибегает, Давид, у тебя гости. Что такое, кто пришел? Пророк. Пророк пришел. Кто? Нафан. Тот, которого ты не хочешь видеть. Он пришел. Давид сразу проснулся, естественно. Выходит к пророку. И пророк ему говорит. Пророк ему говорит такие слова. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Бог сказал. Я воздвигну, то есть я сделаю, что у тебя будут проблемы из твоего дома. Интересно, что когда пророк это сказал, прошло очень много времени уже с того времени. А весоломчик, его маленький, хорошенький сыночек, уже вырос. Уже подрос, возмужал. Нашел себе армию, еще там что-то. Собрал пару танков и идет навстречу к папе. И вот Давид, второй вариант, почему Давид так отреагировал, потому что Давид поверил в Слову. Давид поверил в Слову. Давид поверил в Слову Бога, которое было сказано давно. Давид это Слово помнил. Давид этому Слову поверил, что это Бог сделал это в его жизни. Давид поверил в Слову Бога. И теперь наша очередь. Вот это вот, это Слово Бога. На экране написано Слово Бога. Притом знаем все. Но я скажу на нашем языке. Плохое, проблемное, злое. Вот эти люди, вот эта вся клевета. Вот это все, что происходит в нашей жизни, то, что нас достает. Все. На пользу любящим Бога. Если Бога любишь, значит тебе осталось поверить в Слову. Или же, начинай сначала, начинай любить Бога. Люби Бога, потом поверь в Слову. Или же покайся в том, что не любишь Бога. Потому что вроде бы и страдаешь, и пользы нет. Представьте, люди добрые, ужас. То хоть проблемы, страдает. И написано в Библии, польза будет, благо будет. Потому что Бога любит. А что если Бога любит? Ну так себе. А что если Бога любит непостоянно? А что если он сам не уверен, что он Бога любит? То представьте, как жалко человека. Страдает и бестолку. Одни проблемы с одной в другую. С одной в третью. Кажется, любишь Бога? Ага, кажется. Вот в этом-то и вопросик. Но мы давайте пойдем с вами дальше. Следующая мысль, которую я хочу сказать, это научись принимать доброе и худое. Научись принимать доброе, хорошее и плохое. Я вспоминаю еще одного человека в Библии, который тоже для нас есть большим примером. Иова, вторая глава. Там написано так. Но он сказал ей, своей жене, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога? А злого, плохого не будем принимать. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Вопрос. Кто послал зло, беду в жизнь Иова? Кто сделал это все? Пункт номер два. Дьявол. Вопрос другой. Кто ему разрешил? Ну, смелей. Правда, не хотелось даже это слово произносить. Аж не хотелось даже сказать, что это Бог. Получается, неужели мы, люди верующие, будем принимать от Бога только доброе, только хорошее, только благословение? То тогда, вы знаете, что тогда это получается? Тогда это получается выгодный бизнес. Прекрасный религиозный культ, не знаю, как это назвать. Получается, что Бог работает на вас. Вы Богу заказы, имейлы шлете, Боже, вот это, вот это, давай, давай. А если что-то не так? Fired. Уволен. Уволен. Обиделся я на Бога. Так подожди, так это же, ну, Бог. Это же как-то, ну, это же, это же не на одном уровне, это же Бог. Ну, не дай Бог, что-то плохое. Дьявол. Или жена, ну, кто еще может быть. Получается, что, ну, как же ж, как же ж нам разобраться? Как же нам разобраться? Разобраться, чтобы узнавать Бога в плохом. Узнавать Бога в плохом. Или не в очень приятном. Но Иев сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя Бога благословенно. Одна миссионерка из Канады, Эллис, она когда-то мне рассказала, что у нее однажды украли большую сумму денег. И она вышла на улицу и сказала, я благодарю тебя, Господи. Пожалуйста, не наказывай тех людей, которые украли эти деньги. А я так подумал, а если бы у меня кошелек украли? У вас же кошелек хоть раз в жизни крали? У вас так хоть стреляло хоть раз, что это Бог? Или же вы же видите перед собой вот эту, поняли, да? Видите вот эту. И думаете, ах, если бы он попался мне на глаза, я бы его. Представьте себе, что вот что-то случилось плохое, и мы сразу кого видим? Ну, гвоздь на дороге валялся. Кто виноват? Конечно, гвоздь. Или кто-то вам сказали, кто виноват? Ну, конечно, тот, кто это вам сказал. И, конечно, виноваты люди. Конечно, виноваты всегда люди. Заметьте, причина, почему написано в Библии, и Иов не согрешил устами своими. Почему мы грешим устами своими? Это только из-за людей. Запомните. Из-за людей. 90-99.9. 99% мы грешим устами из-за людей, которые нам что-то не так сделали. Но здесь, смотрите, реакция. Реакция. Помните, я вам рассказывал, что наша реакция делает нашу ситуацию или хуже, или лучше. Вот у Иова детей убили, дом спалили или взорвали. Что там еще? Транспорт. Все исчезло. Но ничего не осталось, кроме болезни. И тут Иов начинает свою депрессию, начинает свою реакцию, начинает свое вот это... Ну, правда, ему еще чуть-чуть хуже станет. Ему и так уже было по максимуму. Но еще чуть-чуть хуже станет. Из-за его реакции такой негативной, плохой. А вдруг у него реакция? Неужели мы будем принимать только добрые от Бога? А плохого не будем принимать. Иов не трогал людей, которые убили детей. Не трогал тех, которые дом сожгли. Не трогал тех, которые ограбили. Это же все люди сделали, а он их не видит. Вы можете себе представить? Люди сделали, а он их не видит. Давида проклинает, обзывает семей, человек. А он его не видит. Он видит в этом Бога. Не видит его просто. Вот в этом заключается, я думаю, большая вера. Любовь и доверие к Богу. Я вам скажу честно. Я думаю, что я не всегда вижу Бога. Вы думаете, я так красиво проповедую, и значит, я все вижу. Такой же человек, как и вы. Но у меня вот эта мысль настораживает, просто заставляет меня задуматься. А что, если это не люди? Оставьте их в покое. А что, если это Бог? А почему я уверен, что все только хорошее от Бога? А почему Бог должен только работать на нас и исполнять все наши нужды и желания? Вы знаете, что в конце концов, Давид, он простил семей. Когда семей злословил его вначале, у Давида не было власти, возможности его наказать. Он был никто, он уже был не царь, он уже убегал. Но потом, чуть позже, когда Давид встретился с ним, с семьей, он его не убил. Он его не наказал. И он снова сказал, что вам и мне, сыны сыруины, оставьте его. Не время умершлять никого в Израиле. Когда он уже имел власть, уже имел позицию, уже укрепился, уже утвердился, он второй раз подтверждает, что это между мной и Богом. Оставьте их в покое, все нормально. Однажды в моей жизни была такая ситуация, когда наговорили очень много плохого на меня или на мое служение в миссионерской школе, на SMBS. Вы знаете такую большую сеть в интернете, которая называется Facebook? Все, что там напишут, можно видеть и читать со всех концов мира, с разных стран мира. И однажды там написали клевету, злословие, на то, что в SMBS там люди плохие, администрация не такая, студенты негодные. Ну, вам не важно детали. Плохое написали, больно. И это написали публично во всем мире. Все могут читать и видеть. А вы знаете, как еще работает Facebook? You can share it with your friends. Получается, что ты поделился. Ну, короче, распространяется, как раковые клетки. И ко мне некоторые люди звонят. Богдан, ты видел? Богдан, ты читал? Некоторые мне имейл написали. Богдан, ты видел? Прочитай. What's posted about SMBS on Facebook? Прочитай. Тогда, первый раз в жизни, ко мне пришла вот эта мысль. Господь повелел. Господь разрешил. Господь допустил. Мне предлагали пойти с ним поговорить. Предлагали встретиться. Предлагали, чтобы кто-то пошел поговорил с этим человеком, которого все очень хорошо знают. Я с ним не встречался. Я с ним не разговаривал. Я ничего ему не говорил. Бог повелел. Бог допустил. Бог позволил. Значит, мы должны это пройти. И в конце своей проповеди я хочу сказать, что я не хочу утверждать то, что все плохое от Бога. Помните, мы с вами говорили, что возможно, это ты сам влез в эту проблему. Там ни Бог, ни дьявол ни при чем. По нерассудительности, невнимательности. Возможно, и дьявол искушает. И это бывает, это правда. Но с этими двумя мы знакомы. Здесь нет никаких проблем. А вот с третьим вариантом, возможно, это Бог. Вот это уже вопрос посложнее. Иоанна 9 глава, 2 стих. Ученики спросили у Него, Рави, Иисус, кто согрешил, кто сделал ошибку, он или родители Его, потому что этот человек родился слепым. Иисус отвечал ему, не согрешил ни он, ни родители Его. Но это для того, чтобы на Нем явились дела Божьи. И так, я думаю, нам есть над чем размышлять и думать. И я призываю нас, чтобы в нашей жизни мы поменьше видели людей, видели больше Бога. Я имею в виду тех, которые нас злословят. Бедных, несчастных, нет, их надо видеть. Кого поддержать, помогать. Это вот этих плохих, злых, таких всех нехороших. Вот этих поменьше видеть. А вот за этим всем видеть что-то другое. Пусть Бог нас всех благословит. Аминь.